Привет, ребята! Как вы думаете, что будет, если 9-летнему мальчугану предложить самому выбрать тех игровых персонажей, которых он считает наиболее клёвыми? А его старший брат ещё и добавит в игру девок с большой грудью и в облегающей одежде. Полагаю, получится игра «Зомби-монстры-роботы» от InkPay Games, с недавнего времени доступна в Стиме. Данная компания базируется в Шанхае и специализируется на выпуске мультиплеерных проектов. ZMR — её последняя игра. Она чертовская мультиплеерная и чертовская китайская. Сама по себе ZMR является шутером с возможностью прохождения миссий в кооперативе. Есть тут PvP, в котором довольно много игровых режимов, и я постараюсь последовательно вас с ними знакомить. Я играл немного и выделил для себя пока только обычный командный деф-матч. Да, старое банально, но до сих пор весело. В этом режиме вы играете за созданного вами персонажа и с тем набором вооружения, что у вас есть. Это делает деф-матч, конечно, райом донатора, но при умении играть и без доната можно обойтись. Ведь за выполнение определенных заданий и увеличение уровня вас будут награждать новыми пушками. К тому же, к нашим услугам есть магазин, где можно наблюдать несколько игровых валют. Первый из них — золото. Просто играй и рано или поздно накопишь на обновке. Хотя цены тут кусаются, на самом деле. 73 500 за мужскую броньку — это довольно серьезно. Так, вторая валюта — это репутация. Получить ее можно таким же образом, как и голду. Просто играя и побеждая на картах. Те вещи, что покупаются за репутацию, в основном временные и пропадут у вас из инвентаря. Третье, но не по значению, — EMP. Это реал. За EMP вещи покупаются навсегда. Честно говоря, донатить не планировал, поэтому тариф не знаю. Но ассортимент пока небольшой во всех трех магазинах, ибо игра вышла недавно. В Steam, по крайней мере, появилась неделю назад. Перейдем к самой игре. Как я уже говорил, я люблю классическое командное рубилово. Но так как игра называется «Зомби-монстры-роботы», то, думаю, имеет смысл показать именно их. Сейчас я найду комнату, и мы продолжим. Прошло немного времени, и вот мы уже зомби в китайской шапочке. Это самый базовый зомбарь, потом его можно будет сменить по мере накопления очков. О, это ты зря на меня вышел. Как же он уморительно бегает. Я в детстве от хулиганов так же убегал. Так. Ага, а вот и робот. И расклад явно не в мою пользу. Так что попробуем обойтись сзади. Так, тут у нас валуев с гранатометом. С ним я вряд ли справлюсь. А вот со снайпером... Это вообще легкая добыча. Они такие же хлипкие, как... Не знаю, двери в американских боевиках. Что меня убило? Ладно, бог с ним. Теперь нам надо выбрать нового персонажа. Я вообще предпочитаю играть вот за эту... Блин, не успел. Ну ладно, побегаем еще раз за этого строителя китайской стены. Так. Прорываемся вперед опять. И... Никого. Так, а здесь на респе... И на респе никого. Слушайте, реально никого вообще вокруг нет. Пусто, как в моем институте на первой паре. Ну, хоть... Может, хоть кто-нибудь окажется тут возле патронов. Ребята, а? Может, они все ушли в другую игру играть? А, нет. Вот тут из моих бегает собачка. Побегу за собачкой. Может, она учуяла кого-нибудь. Давай, Мухтар, иди. И правда нашла. Так, он сейчас возродится. Так что попробую его забрать еще раз. Ну... О, похоже, не лучше была идея. Но зато я смогу показать вам своего любимого перса. Вот это мадам. Как видите, я не зря упомянул облегающую одежду. Прелесть данной девочки не только в аппетитных формах, но и в состоянии невидимости. Вот, уйдем в инвиз и попробуем приходить этих парней сзади. Как-то фраза получилась, прямо скажем. Оп. Один. Второй. И все. Так. Так. Кто у нас тут еще есть? Кого бы еще показать? Вот этот здоровяк. Явно любитель Макдональдса. Его отличительная черта это разгон на короткую дистанцию. Башкой вперед. Но... У меня это не очень выходит. Нет. Не получается. Только тысячу очков мне дали за попытку. Но они начисляются всегда за каждую смерть. Телохранитель. Массивный солдат с большим запасом яда. Яд это очень прикольная штука. Помимо пассивного урона, который наносится тому, кто в нем искупался, он еще и ослепляет соперника на некоторое время. У него монитор будет словно грязью и заляпан. Добром ослепить этого робота. Вроде вышло. По крайней мере в мою сторону не стреляет. Эй, не уходи от меня. Нам было так хорошо. Ладно, он друга мне оставил. Вот бы девушки так же поступали. Одна уходит, подружка остается. А заканчивается все моей смертью. Пожалуй, я передумал. Насчет подружки и прочего. Так, кого еще можно показать? Я накопил 6 кусков, так что недоступен жердей побольше. Есть еще дух саппорт, но если я его возьму, то мне придется все время отсиживаться на заднем плане. Но это для здоровяка две способности. Сильный удар по земле с кратковременным станом и телепортация в указанную точку. А еще у него есть топор. У кого топор? У меня топор. Я даже не понял, что меня убило. Ладно, пришло время показать бойца на дальней дистанции. Он такой же жирный, как и его друзья. Так что, видимо, у них общие кулинарные предпочтения. А еще у него есть копье. Не топор, конечно, но все-таки. Копье можно метать. Я мало играл в этом режиме. Персонажа этого брал еще реже. Поэтому метать вот получается, попадать не очень. Зажимают гады. О, демон. Я писал, он окунулся в детстве. Когда мне хотели навещать люлей, пришел мой братюня, и люлей навешали ему. И мне все еще тоже хотят. Вот так вот. Так, посмотрим, что там делается на площади. Это свой. К тому же, копье им все равно не попал. Мимо. Надо как-то прицеливаться получше. Или удерживать меньше. Или взять другого героя. Что-то за этих здоровых у меня не очень пошло, так что лучше вернусь в твои кейша. Все-таки мне больше подходят маневрные персонажи. Не умею я медлительно их реализовывать. Бежим, бежим. Ну, вообще, бегать на таких кублоках. Когти у нее, кстати, тоже будь здоров. Либо маникюрный салон. Оп, первый пошел. Куда же граната? Наивняк. Конечно, крысить Тюриспа это не очень хорошо, но эффективно. Копье в воздухе повисло. О, еще парочку кандидатов. А этот шустрый. Тупой, но шустрый. И жадный. Встанем в угол и используем тактическое преимущество. Они меня не видят, а вот я из-за того, что тут пид от третьего лица могу подкараулить и... И... И, по-моему, убить пятого, да. И шестого. И седьмого. И седьмого. Так. Никого не видно. Пойдем отсюда, а то действительно как-то нехорошо поджидать у базы. Тем более наверняка догадается закидать гранатами эту кибитку. Вот плохо, что в инвизи сбежать нельзя. Хотя это было бы уже совсем жестоко. Еще одного поймал. Если бы я у них уши отрызал, как американцы в Вьетнаме, был бы уже целое ожерелье. Ладно, вот это совсем нехорошо. Мало ли, может парень в туалет отошел, а я его убил. Вернется, расстроится. Перестанет с горя вообще в туалет ходить. Хотя, с другой стороны, у меня девять фрагов. Оу. Все-таки остановили мой киллстрейк. Вот, кстати, тут демон за 16 тысяч. Который тогда развалился передо мной. Может, у меня лучше получится. Хотя, вряд ли. Я не очень хороший за крупных персонажей. Но, может, нам повезет, и мы все-таки докажем, что демоны тоже могут веселиться. О! Ой, ой! Нет, не докажем. Этот трансформер тоже стоит 16 тысяч. Бежать без толку. И до него-то не дойду. Хана. Так, кого бы еще показать? А-а-а! Опять долго выбирал! Ладно, придется драться с тем, что есть. Может, остались еще у кого базовые персы. О, как раз пуля насквозь прошла. Ух, красиво получилось. Прямо как в боевике про зомби. Вернусь опять к призраку невесты. Все-таки за ней у меня получается лучше всего. Вот он надо подладивать все-таки. Интернет вообще у меня хороший, но сервера иностранные, поэтому бывает. Да что такое-то? Опять никого нет. Где они все бегают? На нашей базе, что ли? Нашлись, наконец. Так, пока не заняты перестрелкой, посмотрим, удастся ли повторить 9 килов подряд. Так, ну давай, иди сюда. Неплохо, 3. Сейчас попробую четвертого завалить. Нет, не успел. Мы выиграли этот отрезок. Теперь нам предстоит смена команд. Начинаем мы тоже со стандартного персонажа. Скаута. Разведчика. Из вооружения у нас только дезерт игл. Не самое плохое оружие, на самом деле. И в игре, и в жизни. Так, ну... Ну от одного я отбился, но... Да, теперь я уже за спиной не слежу. Так, мы получили очки, и теперь можем выбрать нового бойца. Я возьму вот этого товарища с автоматом Калашникова. Перезарядимся. Кстати, когда вы перезаряжаетесь, перед вами появляется шкала, и если указатель оказался на нужном отрезке, то нажав еще раз клавишу перезарядки, вы перезарядитесь быстрее. Эдакая дань Gears of War, видимо. Там тоже была подобная система. Да что ты носишься? Никак прицелиться не могу. Этого лучника я вам не показал, но вообще-то он тоже может достать определенные проблемы. Особенно если горящая стрела прилетит в голову. Да что ты... Ай! Сам купился на собственный трюк. Ладно, еще раз возьмем стрелка, и теперь будем действовать аккуратно. Прикрывайте за спиной наши ударные силы. Примерно так. Теперь пройдем немножко вперед. Посмотрим, что там делается. А ну стой! Так, а куда делся эта победа с инвизом? Внутрь зашла что ли? А черт с ней. Просто буду по сторонам поглядывать. А вот и она! Зараза! Ладно, пойдем по крупнику. Возьму огнеметчика. У него такая походка, будто ему в туалет хочется. Хотя в таких костюмах наверняка есть какая-то система отвода жидкости. В случае самого сгорания будет чем пожар потушить. Нет, не идет у меня за великанов. Вообще никак. Возьму еще одного. Гранатометку должен зарешать. Тем более такой момент. Да, да, почти как топор. Но все еще не топор. Ладно, вернемся к идее маневренности и отсидки в засаде. Попробуем за снайпера. Правда в этой игре снайперская винтовка не особо мощная. Фонарь мешает. А вот теперь. Ну вот я в него попал, но видите, понадобилось целых три патрона на зомби за 500 очков. Хотелось бы снайперку помощнее, конечно. Как слона купить? Вот тут нашего разобрали. Ну упор-то я не промажу. Да, с уроном я набеду. Может просто пули в жировых складках оседают. Тут тут еще есть. Есть еще роботы, но я за них совсем мало играл. Да, что тут этот железный дровосек совсем не оправдал потрачено на него денег. Да, ребята. Не идет у меня игра за эту сторону. Не идет. Что-то я всю статистику себе испортил, играя за выживших. За зомбарей получалось куда лучше. По крайней мере, там была призрачная невеста, или как она там называется. А тут я даже не знаю, кого ей взять. Так, ну попробуем. Потому что хотя бы по самому стандартному-то я... Да. Но этого получилось забрать, но это скорее везение. Вот телепорт, о котором я говорил. А это стан. А это смерть. Кстати, не один я так просаживался по фрагам. На самом деле у нас вся команда сейчас перестала справляться. Он счет уже в сторону соперника переместился. Да умри ты! Давай-давай-давай-давай, только бы он вернулся. Вроде получилось. Да, прессует уже у нас на базе. Что-то я так каждый раз напрягаюсь, как будто меня в самом деле кто-то хочет ударить сзади. Да что ж такое-то? Ну, что-то у меня совсем все перестало получаться. Нет, ну, нужно как-то отбиваться. Нужно как-то отбиваться. На самом деле я не так уж плохо играю в шутеры. Но когда нужно говорить и играть одновременно... Я пока не Black Silver Ufa, чтобы это шло у меня спокойно и легко. Кстати, вот глядя на этих здоровых монстров, я вспомнил, на какую игру похожа зомби-монстра-робота. Есть такая игра... Панзар. Не то, чтобы это было одно и то же, тем более, что там куда меньше режимов игры. Но вот эта вся мясорубка очень похожа на захват точек в панзаре. Очень напоминает своей динамикой и тем, что ты вообще не понимаешь, куда стреляешь, что делаешь. Ладно, надо двигаться. Попробуем играть в контратаке. Нет, ну это уже совсем не серьезно. Винтовка что, вообще урон не наносит? Капец. Ну давай хоть... Мужик, он сзади! Он сзади, я пытаюсь, но... Но винтовка не наносит урона. Надо брать кого-то еще. Пусть снова будет робот, но на этот раз другой. У этого робота есть возможность устанавливать энергетический щит, защищающий вот атаку. Ну и главное достоинство у него закоплено на правой руке. Я про ракетницу. Она особой точностью не отличается. Кроме того, способна выпускать всего два заряда за раз, но... Тем не менее, довольно эффективно. К тому же, не самая маленькая площадь повреждения. Жаль, ассист не дают. Поставим щит, чтобы обезопасить себя с этой стороны. Вот плохо, что наша команда не пытается как-то выстроить тактику наступления. Надо нам найти своего Чапаева с картошкой. Ладно, сейчас тебе надо как-то прорываться в сторону их базы. А в чате у нас проходит веселый диалог наших соотечественников. Русских в этой игре хватает. О, ни хрена себе их там. Отойду, пожалуй. Так вот что. Давайте-ка опять поставим щит. А то так открыто, небезопасно стоять. Ну, я помню, что ты там стоишь. Ты не так хорошо за этого перса, как я. Надо, кстати, как-то засечь, сколько этот щит энерги держится. О, это я кассовываю. Опять стан. Ну что, добьет меня или нет? Нет, запутался в кнопках. Да и наши уже подоспели. Так, назад отходить или все-таки с народом идти? Ладно, пойдем вперед. Как говорится, ни шагу назад. Особенно если не смотришь под ноги. А за этого робота поживей как-то пошло. Уже вот четырех забрал. Может и еще удастся. Видишь, такую прямую ситуацию. Хотя мы уже ведем в счете вроде. Немного совсем, но ведем. Здесь надо повнимательнее уже зашел на их территорию. Сейчас как выскочит какая-нибудь бабайка из-за угла. Шесть. Неплохо. Не пойму, была тут еще одна или мне показалось. Прикроем своего. Вот этот круг на земле. Это аура саппорта. Но она не особо помогла команде, судя по всему. Эй, Бобик, стой! Чего, свиньей выстрелились? Давайте, проходим. За спину прыгнул, не успею. Все, забили. Ладно, карта уже заканчивается. Так что возьму кого-нибудь быстрого. Что это было? Игра меня троллит или что? Странно все это. Ладно, может я еще успею добежать до врагов. Патрончики только подберу, похоже. Нет, уже закончили. Победа! Вот так вот, друзья. Немного скомканно получилось, но я старался рассказывать вам хотя бы немного об игре. Показал один из режимов. В следующий раз, наверное, покажу другой. Заодно подробнее расскажу о механике. Но это уже в следующем выпуске. Если вам понравилось, то ставьте лайк. Вы даже не представляете, как меня стимулирует каждая новая подписка. Так что, если хотите увидеть новое видео, то жмите галочку подписаться. С вами был Daily Dan. Еще увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok